Деньги и ловит. Это называется платная рыбалка. Ну вот теперь скажите, вы любите рыбу ловить? Не особо. Рассказывайте, какую рыбу ловите. Еще. Еще кто-то ловил? В России кто-то ловил, вот слышу, да. Камбалу. Камбалу в море ловили? Камбалу. Камбалу рыбу. Ого-го. Камбалу ловили. Так, это море. Ну а здесь понятно, что речную рыбку. В реках и в озерах ловим пресноводных рыб. А кушать-то рыбу любите? Конечно. Рыба полезная для нашего организма. Это и фосфор, который способствует укреплению здоровья. Ну это и вообще диетическая, признанная во всем мире диетическая пища. Мы с вами проедем. У нас на нашем пути справа будут два центра медицинских. Один еще строится, один еще не работает. Ну говорят, вот-вот его откроют. А второй кардиологический центр работает давно. Так вот, мы сначала проведем с вами онкологический центр. Этот центр будет открыт для людей с очень тяжелым заболеванием. Лечить очень сложно таких людей. Но для них тут предусмотрены все условия. И они будут находиться в палатах не по 5, по 6 человек, тем более не по 10, по 15. А в палатах их будет располагаться по 1, по 2 человека. Ну и конечно же уже сейчас отбирают врачей. Врачей хороших специалистов, которые умеют работать на оборудовании медицинском специализированном. Ну и конечно же те, которые умеют хорошо диагностировать. Вот он, выращивают гречиху, выращивают рапс. И рапс выращивают. Только сейчас мы уже его не видим. Цветущим он в мае цвел и очень красиво. И мы его сразу узнавали про цветущим поля. Желтые поля, это поля рапса. Ну и конечно же, кроме того, что мы выращиваем зерновые, в Калининградской области выращивают и картошечку. А кто ж не любит картошку? Ей даже песни посвящают. А, картошка, объедение, день, 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 день. Слышали такую песню? Кто ж не знает наслаждения, день, 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 кто картошки не едал, дал, дал. Вот какая песня была. И мне кажется, что кто-то из вас спел. Вот в 49-м лице эту песенку пели. Кто-то выучил ее. Итак, картошку выращивают, свеклу. Не выращивают, морковку. Да, я выращиваю. Выращивают капусту. Мам, я выращиваю. Да. Ну и лук, конечно же. Это то, что мы выращиваем. Я выращиваю. А что же мы добиваем в недрах нашей земли? Янтарь раз. Посмотрели налево. Голубую глину добываем. Нефть. Молодцы. Вот это вот специальные станки-качалки, которые качают нефть. Калининградская нефть очень дорогая. Нефть? Да, нефть. Кравий. Вот это все то, что добывается в Киргарской области. Ну а теперь смотрите, справа мы видим шпиль кирпке. Вот туда мы едем. Даю вам возможность чуть-чуть отдохнуть. Кра-со-та-ля-по-та. Кра-с-о-та-ля-по-та. Чел хорош, мега хорош, супер-мега-бупер-купер-хорош. Словил кренч. Хватит, хватит. А тут я громкость на лой поставлю. Сосна. 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 У нее только угли из кирпича, но я хочу сказать, что вы их не видите, эти уголки из кирпича, потому что вся она заштукатурена. А некоторые выложники специальные оставили для того, чтобы вы их увидели. Кирха 14 век. Мы живем с вами в 21 веке, а кирха 14 век. Сколько веков этой кирхи? Посчитайте. Ну да, 7 веков стоит. И в эту кирху, эта кирха была после войны не разрушена, метромета, но она никак и не обслуживалась, кроме того, как ее использовали как зернохранилище. И вот, ребята, где-то в конце 90-х годов сюда приехали бывшие жители этого поселка. Вот этого, где кирха. И кирха, и поселок строились одновременно. И сюда приехали бывшие жители, то есть немцы приехали. И они вместе с нашими, вместе с российскими гражданами, они решили эту кирху привести в порядок. Надо было вывести отсюда все содержимое из складских помещений. Вы знаете, что в этой кирхе взяли? Вот эту вот вся стены, которую мы не видим. Ее разобрали, и туда грузовики прямо въезжали. В кирху, в которую люди молились Богу, в эту кирху въезжали грузовики, полные зерна. И здесь же загружались. Как вы думаете, страдала от этого кирха? Конечно, страдала. И вот когда жители и наши тоже собрались, вот тогда была проведена служба. Соразвили к кирху и привести в порядок. И кирху начали восстанавливать. И вот привели тот вид, который она имела в 14 веке. Ребята, это единственная сельская кирха, потому что церкви были еще и в городах, в различных районах. А эта кирха сельская, единственная сельская кирха, которая сохранилась с довоенных времен на территории нашей области. Мы поселочек там. Он был такой красивый, он был как сказочный. В этом поселке и школа была, так же без школы. В этом поселке находился и карьер. Я вам показывала карьер. Поднимите руку, кто видел карьер. Ну и сейчас он работает, до сих пор карьер. Чаша, которая называется купель. Вот она стоит. Вот в нее как раз-таки и тело младенца окунали. Ну, а, например, вот моя бабушка рассказывала, что не все ее тело окунули. И не сказал, что это старая купель. Представляете, 14 век. Ну-ка, идите, прикатитесь к 14 веку, он кой. Кошел. И она так еще, вон, да, очень хорошо сохранилась. Здесь им 700 лет. Когда сами заходили, я обратила внимание на двери. А, вот одна беда. Не дожили туда, да? А вот одна беда. Вон она. Она еще охована. Посмотрите, вон она. Вот сюда подойдите и видите. 16. Люди маленькие были. Хе-хе-хе. Ребята, вас здесь... Почему Хрисов такой высотой? Во время службы играл орган. Почему нет? Потому что его давно уже отсюда убрали. Я вам расскажу. Здесь был орган. Здесь... А тут в Библии, как я понимаю, была. И что здесь будет? А тут ходит. Здесь двое-то. Замечка. Да, не знаете, была? Блипт, ну. Солочек. О! А была скульптура Мадонны, которой делится маленького ребеночка. Была... Нафига вот эти вот страсти в церковь вешать. Я не понимаю, как человека на распятии гвоздями прибили ноги, руки. Зачем? Они стояли, стояли, стояли. Хорь специально стоял на обзоре. Ну, как вы думаете, умирали люди? Конечно же умирали. Мы же не думали, что люди, это прихожане. Да, природа так и смеется. Они умирали. И ребята, и их души... Смотрите, я вам покреплю. Мурашки, ребята. Их души в стене. Посмотрите на стенку. Она неровная. Вот эта вот поверхность неровная. Их души людей, которые туда приходили. Это разная. Просто тот человек на поле открывает. Ну, и еще хочу сказать, что конечно-то никакая кирка не была без колокола. Зачем колокол? Чтобы звонить, зазывать людей. Предупреждать. Все к нам, все к нам, все к нам. И надо было, чтобы тот человек, который на колоколах работал, надо было, чтобы он правильно звонарит, а чтобы он правильно емал специальные эти веревочки. Ребята, было... Обалдеть. Просто. Я не знаю. Вот это все принадлежало, да? Походу кирпича. Да, да, да. Буйня. Это у Чухи печень. Прикольно. О, да с гитарой. Бутылочка. Бархатные тяги, 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 тяги. Ничего себе. Сюда укладывали. Наверху. Боже мой, мне страшно здесь ходить. Потрогай вот эту штуку. Я не знаю. Это замок. Вот, это все, посмотрите. Это татуик, который украшали квартиры жителей Кёнигсберда. Их привели в порядок. Бабочка, смотрите, какие интересные. Бабочка. Это все выкопанные. Выкопанные, да? Настоящие. Какие они разноцветные. Это что, вы бросили, что ли? Или во время войны прокурали? Культурный строс. Ой, понятно. А руками-то можно трогать? Понятно. За тысячи. Так, так, так. Как это они так... Это же ручное все, да? Смотри, куда они... Как... Как... Тут просто тут такие тоненькие... Тут такая тонкая работа. Очень-очень... Самый материал, качественный фарфор. Это, да? Очередно, за посадника. Такая тонкая работа. Вот тут вот это особенно вообще. Как это все. Очень интересная структурка. Как такие настолько... Не, за тысячу. Молодца. Вот, вот. Это ты еще. Настоящие те самые. Кошмар, кажется, как... Ты не война, сломал! Ты не война, сломал! Ребята, не трогайте ничего. Трогайте. Ты что? Так. Ну, это вода была... Ты еще двести шестьдесят... Вот так к нему подвергнулся. На цепях. Не было. И надо, по-моему, крутить... Все это ведро. Ой, ты почему я уже так делала? Водичка всегда была чистенькая. Скусненькая, да, снизу. А он глубокий очень, да? В некоторых местах колодцами до сих пор пользуются. Жуть какая! Там статуи в окнах. О! Вон их можно вылезать. Миллион рубанков. На какую-то, я не знаю, выточенную с электрическим столом. Буду его просто не катать. Я не знаю. Так, здесь вот стал Андрей Первозварков. Федор Первый его сам нарисовал и учредил. И на данный момент это является высшей наградой России. Понятно? Высший? Но Федор Первый стал только седьмым кавалером этого ордена. То есть он мог его себе присвоить сразу же, как нарисовал, но его лучший друг Меньшиков сказал ему, ты сначала сделай что-нибудь для страны хорошего, и тогда уже присваивай. И он, конечно же, сделал. Они на маленьких лодочках захватили два военных шведских корабля. И после этого сначала он, да, выдал орден своему другу, он стал шестым королевом Меньшиков, ой, кавалером. И потом уже себе. На двух лодочках служил. Представляете, военный корабль захватил. И здесь вот показано, как он боролся с пьянством в России. Субтитры сделал DimaTorzok